Доброе утро, дорогие друзья! Продолжается программа «Добрый ранец Беларуси». Как мы обещали, в этот час у нас новости спорта, и нам их сегодня расскажет Александр Ярмаш. Саш, доброе утро. Доброе предновогоднее спортивное утро. Слушай, ну, наверное, все в ожидании комментариев по поводу вчерашнего хоккейного матча. Я думаю, что с этого мы начнем сегодня? Да, именно с него и начнем. Сначала расскажу об успехах Минского Динамо на неделе в КХЛ. Ну и, конечно же, вчерашний матч против сборной Канады. Упомяну, это очень хорошая новость. Давай. За минувшую неделю Минское Динамо провело три гостевые встречи в КХЛ и во всех добилась побед. Сначала был обыгран худший клуб лиги Новокузнецкий Металлург 2-0, а после Зубры справились с крепкими Сибирью 3-1 и Авангардом 1-0. Победная серия минчан достигла пяти матчей, благодаря чему белорусская команда поднялась на пятое место западной конференции КХЛ. А накануне поздно вечером Динамо стартовало в старейшем международном турнире Кубке Шпенглера. Минчане в Швейцарии встречались со сборной Канады, составленной преимущественно из европейских игроков, и добились победы 7-4. Голкипер греческого футбольного клуба Пасянина Константинос Перистеридис в течение одного матча из героя превратился в антигероя. Отразив пенальти в выездной игре 12-го тура против афинского АЕКа, голкипер гостей, пытаясь спасти свою команду от углового, не сумел укоротить мяч. Следствием нерасторопности стал вот такой курьезный гол. Благо для Костаса партнеры по команде все же сумели счет сравнять итог встречи 1-1. Не только люди ленятся. Микрофон на пресс-конференции главного тренера Челси Антонио Конте не хотел принимать слова специалиста и всячески пытался упасть. Итальянец пытался помочь удержать тому равновесие, но результата это не принесло. Благо работники клуба поставили второй микрофон, благодаря чему журналисты все-таки услышали ответы тренера на вопросы. Женское соревнование по гигантскому слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле были отменены из-за ветра. После того, как стартовали 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнование из-за сильных порывов. Позже горнолыжницы продолжили выступать, однако погодные условия вновь вмешались, а состязание было решено отменить. 32 этажа, 105 метров вертикального подъема за 2 минуты и 27 секунд. В Минском небоскребе Парус прошел забег по лестнице. Поучаствовать в необычных соревнованиях приехали любители бега из России и Польши. Победу праздновал белорус Александр Клюйко. Всего же старт собрал 285 участников. Помимо классического забега состоялся и более сложный, с двумя покрышками в руках. Вот такой вот получилась у нас минувшая неделя. Очень спортивная, надо сказать. Где я был? Почему я не знал, что там бегают на 30 этаж? Побежал бы? Побежал бы, еще как побежал бы.